Но они делали так, они брали перепутанные по полиационным состояниям двух фотонов, арендовали у какой-то компании оптоволоконную линию, запустили эти два фотона в перепутанном состоянии по путям этой оптоволоконной линии. Один пошел в один университет фотон, другой пошел в другой университет фотон. Расстояние там были десятки километров, они производили измерения, ну и сопоставили потом, рассмотрели коррекционные коэффициенты их измерения. Ну и вот это соотношение, то, что оно противоречит неравенству Белла, было подтверждено с хорошим чувством. Теперь вот плюс, перепутанные состояния, а перепутанные состояния, это означает, что я делаю измерение или что-то с одним кубитом, но он находится в перепутанном состоянии с другим кубитом, и поэтому его поведение будет коррелировать с поведением другого кубита. И это все приводит для определенных, как говорят, протоколов или алгоритмов, приводит к существенному выигрышу скорости измерения, скорости реализации. Вот один из таких протоколов, он называется алгоритм Громера, мы его называем так, это поиск квантовой блоки, квантовую скорости сеть. Вот пускай у вас есть неупорядоченная база данных, ну, например, телефонный справочник, там стоят фамилии и рядом номера телефона. Вот вы телефон знаете, будете искать фамилию. Никакой корреляции, естественно, между фамилией и телефоном, ни по какому принципу, так сказать, нет. А поэтому вы знаете номер телефона, вы будете перебирать. Вот если у вас большая база данных, такая вот непорядочная, то вам понадобится в среднем для классического компьютера, вам понадобится вот так, как написано, в среднем N пополам шагов. А вот если это и есть алгоритм Громера, если то же самое, я еще раз верну, если то же самое сделать, используя квантовые вычисления, основные на параллелизме и на перепутанных состояниях, то вот то, что здесь дальше изображено, это следующее. Вот есть такое понятие, вот это оракул, он метит нужное нам значение. Потом делается еще одна операция, и амплитуды, с которой теперь присутствует вот интересующее нас значение, она после нескольких шагов становится очень большой, а все остальные очень маленькие. То есть вначале было все едино, все они были равновероятны, а после буквально нескольких шагов, так сказать, одна становится очень большой, в несколько единицах, а все остальные становятся маленькие. И для этого требуется число шагов, которое существенно меньше, оно корень из n. Ну скажите, если у вас 9 миллионов в базе данных, то здесь понадобится 4,5 миллиона шагов, а здесь корень только 3000, почувствуйте разницу. Квантовый компьютер, квантовое вычисление, этот алгоритм дает серьезное увеличение скорости. Ну второй алгоритм, я на нем уже подробно остановиться не буду, это, но тем не менее, желослово скажу. Это одна из моментальных задач, так называемая задача факторизации какого-то числа, поиск простых делителей. Ну ясно, что если число небольшое, то это вы делаете на бумажке. Ну если число, скажем, содержит там, скажем, две сотни десятичных знаков, то найти простые делители, ну я считаю, что число нечетное, иначе один я сразу на эту двое. Ну так вот, чтобы факторизовать такое число, то есть найти делители, это есть задача, она, эта задача называется задача класса NP, non-полиномиал. Это трудная задача. Так вот, если вот, я сказал, число взять, которое содержит двести десятичных знаков, то самый совершенный классический алгоритм, известный на сегодняшний день, потребует вот какое число шагов. Это будет экспоненциально большое число шагов. Ну если посчитать, даже при быстродействии 10-12, это понадобится, ну я не помню, то ли сотни лет, то ли миллионы лет. Для соответствующих результатов получается сложение какой-то амплитуды. И вот результат на, после нескольких шагов, вот то, что здесь отложено, вот эти значения, соответствующие величины С, будут с большой вероятностью. Поэтому, а эти значения, они легко пересчитываются на великих отручных знаков. Вот этот алгоритм Шора, он был давно открыт, ну в 95-м, по-моему, году, там написано, ну не важно, в 95-м году был открыт. Он произвел серьезное впечатление, и, так сказать, в семье людей, которые работают в этой области, уверенность в том, что можно получить большую выгоду от применения квантовых вычислений. Да, не все алгоритмы дают такой выигрыш. Какие-то алгоритмы будут работать точно так же, как классические. Но есть алгоритмы, примутые к каким-то задачам, типа задачи Гровера, вот задачи факторизации, но ряд других не буду останавливаться, которые будут давать. Почему вот эта задача интересна? Дело в том, что шифрование всяких, так сказать, ну условно банковских счетов и так далее, основана, одна из систем шифрования, основана на вот проблеме факторизации. Берется большое число, простые делители вы, значит, можете найти, но вам понадобится время, несколько больше, чем время существования всей этой системы. Так вот, и поэтому с помощью классического алгоритма вы делитель не найдете. Число известно, делители нам не искать, вы их не знаете. А вот с помощью алгоритма Шора можно сделать это очень быстро. Это вот одна из проблем. Проблема шифровки и дешифровки неких закодированных посланий, которые классическим компьютерам расшифровать нельзя. А алгоритм Шора, как на время поджимает, я уже буду двигаться к некому концу, вот алгоритм Шора сейчас не то, что проиллюстрировал, реализован в практических целях. Для того, чтобы он организовать практических целях, нужны цепочки с большого кубика. Но он продемонстрировал на реальной физической модели, содержащей, ну там, по-моему, 12 кубиков. Там не бог есть какое пространство, 2 в 12 степени, около 4000 элементов, в смысле, базовых состояний. Но, тем не менее, там можно, как модель, там факторизовали с помощью алгоритма Шора, за указанные теоретически 4 шагов, факторизовали. Ну, простое число, которое и так нужно было факторизовать. Цель была просто проиллюстрировать, что работают законы квантовой информации. Так, ну и, наконец, я движусь дальше, и вот об этом расскажу, и, как бы, сопоставлю точки. По времени, если меня никто не будет останавливать, я могу еще часа полтора. Значит, вот одно из таких интересных явлений, которые, физических явлений, которое было предсказано и реализовано экспериментально, это вот так называемая телепортация квантового состояния. Это удивительное предсказание, ну, в смысле, предложение, которое было сделано. Значит, ну, идея принадлежит вот группе английских физиков, математиков, физиков и так далее. Суть в том, что надо, то, что надо сделать, надо сделать следующее. Вот есть неизвестное квантовое состояние, которое попадает, есть у Алисы, и она его должна, Алиса, передать Богу, другому контрагенту этой коммуникационной системе. Ну, конечно, не просто взять это состояние, этот кубит и передать туда, не важно. Ничего лично не передавать, да? Измерить и сообщить потом результат измерения сюда тоже нельзя. Квантомеханика – это очень деликатная наука. Измерение там разрушает состояние. Если взять вот такое состояние и измерить в каком-то базисе, ну, вы что-то получите. Ну, вы получите, например, что вот это есть, ну и что? Чтобы узнать, какой здесь коэффициент, надо сделать много таких измерений. В принципе, это должен называть порог измерений, это много измерений. То есть надо иметь много одинаковых систем. Которые вот один из тех, которые экспериментально реализовали этот протокол. Вместе с ним довелось встречаться, разговаривать, обсуждать какие-то там атомные мифофероны и так далее. Но то, что у него там на задней доске нарисовано, это как раз вот иллюстрация тому, что есть два фотона, которые один идут туда, другой идут туда. Они в перепутанном состоянии. Он в том числе интересовался проверкой неравенств Белла. Ну, вот он, эта фотография сделана тогда, когда он получил медаль Ньютона, благодаря им учреждённым, что-то вообще. Так вот, Сайлиндер реализовал этот эксперимент. Ну, не только вот там, и другие. Мартини в Италии. Но этот эксперимент особенно, для меня, впечатляющий. Значит, там два элемента есть. Вот есть источник ЭПР-пары полизационной. Вот это некий нелинейный кристалл. Здесь некий фотон, жёсткий, устрофиолетовый. Он подвергается в неймеренной операции даун-конверсии. То есть распадается на глаз, с меньшим частотой. Причём это даун-конверсия, это второго типа, ну, бокс. То есть эти два фотона, они летят по несколько разным территориям. Две кали, под неким углом. Эти траектории, в смысле, они, конечно, симметричны, но они здесь только пересечены. Здесь глаз нарисован. Вот если глаз отсюда смотрит, вот он это видит. Это вот один комнатный элемент тоже. Как измерить в базисе, я говорю, что там в базисе состояние было, надо там Алисе было измерять пару состояний. Вот то, что делал Цайлингер, группа Цайлингера, они используют очень простой элемент, светоделитель. Ну вот он так работает. Вот фотон летит, с одной инфляции, он может либо пролететь, либо отразиться. Фотон другой пролететь, он может либо пролететь, либо отразиться. Если зарегистрировать здесь, то стоят детекторы, один и другой, с разных сторон. так чтобы они сработали на схеме совпадение, чтобы один фотон был здесь, другой фотон был здесь, есть и другие, когда оба фотона с одной стороны. Вот так вот, если схема совпадения отберет события, когда один фотон там, другой здесь, тогда вот эти два фотона будут находиться в одном из состояний Бэлла, айпи симметричный. Ну, собственно, сайлендер, это имбирение. Полезно. Вот это схематическое такое изображение, как сделать вкладку на регистр на ионах, а сама электромагнитная система, вот эта вот, называется ловушкой ПАУ. Здесь нет электроды и так далее, это вот ионы, которые можно освещать лазерным лучом и так далее. Эти ионы образуют, ну, все условия, которые здесь легко реализуют, не то, что легко, а хорошо реализуются, эти ионы образуют некую цепочку, которая, они заряжены, поэтому есть их удержание за счет внешних потенциалов некоторых, и есть их отталкивание друг к другу, потому что они однозарядные. Такую цепочку называют ионы Куломовский кристалл. Ну, вполне макроскопическим, не отомным, а много отомным. Можно к ним адресоваться, и к ним можно адресоваться с помощью лазерных лучков, адресуясь к одному, к другому, к третьему, пятому, десятому. То есть эти ионы будут играть роль кубитов, да? Ну, видишь, будет они в состоянии. А кроме того, они находятся как единая система, поэтому они участвуют еще в колебательном движении. То есть тогда через колебание они взаимодействуют друг с другом. Вот такой вот квантовый регистр на ионах – это одна из моделей, реальных моделей, которые можно использовать, по крайней мере, для реализации. И так это и было сделано простейших квантовых логических элементов. Электродов. И картинка, ну, более впечатляющая. Это тоже вот ионная ловушка. И вон там изображены эти два иона. Они освещаются какими глазами и лучами, а эта камера их регистрирует. А вот это вот пример просто, как выглядят эти ионные кристаллы. Это ионы циркония, ловушки Пауля. Эксперименты, экспериментальные результаты. Ну, можно вот один, два, три иона и так далее. Ну, не надо думать, что это то, что здесь светящиеся кружочки – это сами ионы. Нет, конечно, потому что ион размер 10-8 см, и его, конечно, не увидят. Это резонансная флуоресценция. Ионы освещаются излучением, которое рассеивается, попадает в детектор. И вот это излучение регистрируется. Ну, вот наличие этих ионов, так сказать, оно… Вот это то, что делается в МИФИ, в частности. Там создана вот некая ловушка Паулия, хорошая, так сказать, с нитями ноу-хау и так далее. В нее можно загружать ионы. Ну, там еще чего-то не хватает. Надо лазеры для охлаждения и так далее. Для лазеров нужны деньги. Ну, это сложная проблема. Но, тем не менее, ловушка есть. И вот одна из целей, которая преследуется, чтобы ее использовать. Можно ее использовать как элемент квантовой информации. Ну, например, там реализовать вот эти логические гейты, которые нужны на нескольких ионах. А есть еще и другая цель, которая следующая. Что вот можно… Стандарты частоты – это очень важная вещь. Сейчас реализован стандарт частоты на ионах алюминия с точностью 10-18. 10-18. Почему? 10-18. Еще могу несколько вещей сказать. Ну, вот та таблица, которая здесь нарисована, не таблица, а вот список, это то, как сейчас кубиты реализованы. Вот это могут быть и полисонные состояния фотонов, мы о них говорили, и электронные состояния иона в ловушке Павла, и ядерные спины молекулы жидкости, я об этом упоминал, электронные состояния нейтральных атомов в оптической решетке, я об этом не говорил. У меня картинок нет, но это тоже можно сделать. Ну и так далее. Ну и так далее. Ну и так далее. Ну и так далее. И так далее. И так далее. Люди работают, да? Люди работают. Ну это вот просто примеры. Картина. Ну здесь слова квантовый компьютер. Конечно, это не квантовый компьютер, с точки зрения того, что это практическое применение. Это системы на ядерных спинах, которые демонстрируют физическую необходимость существования тех квантовых законов, которые сформулированы. Они реализованы. То есть это реальные системы, на которых это пронизируется. Дальше. Ну это еще один момент. Это как раз этот момент и последняя картинка после этого слайда, который после этого будет создать. Значит, вот одно из практических применений, которые сейчас есть квантовая информация, это так называемая квантовая криптография. Значит, ну, криптография, что такое? У вас есть какой-то секрет, вы хотите его переслать мне, да? Я должен, вы как-то его закодировали, я должен получить и раскодировать. Для этого мне нужен ключ. Клаповый ключ, здесь он передается с помощью набора квантовых состояний, набора криптовых. Ключ передается открыто, по открытой мидии, на проповолоконной системе. Так вот, дальше вы получаете этот ключ и расшифровываете. Но! В чем смысл то, что это... Какая польза? Польза в том, что вы перехватите, а, как всегда, есть шпион, который хочет получить информацию, да? Ну, его, конечно, как всегда зовут Ева. Вот она шпионка и, получается, хочет перехватить, что-то исключает. Но ключ, на самом деле, если она что-то выхватит из этого набора кубитов, который посылается, ну, погиб, что она ровным счетом о ключе ничего не узнает. Дело в том, что, когда она выходит, значит, она придет измерение, а измерение разрушает квантовую систему. А тогда резипиент, там, скажем, Алиса посылала, а Боб хотел получить. У него по соответствии, там, с протоколом, который математики, там, написали, красивый и так далее, он сразу поймет, да, Ева уже вмешалась. Она ничего не получит, потому что измерить она ничего не может, получить результат. Она получит один из возможных результатов. С точностью 50 на 50. Ну, какой правильный она не знает. На двух островах Канарской группы, где пристояли два телескопа, они там лазерным ключом посылали некую, так сказать, последовательность квантовой, вот этот самый квантовый крюч, некую последовательность кубитов. Посылали с одного места на другой. Ну, это было сделано, к сожалению, анимация здесь не сработала, у меня там и гулял. Значит, они передали, на расстоянии вот 144 километра, со скоростью 42 дни по секунду, они передали вот это, продемонстрировали, как можно передать открытым образом квантовое распределение ключа. Последнее, значит, вопрос образования всегда вознавали человечество. Людей надо учить, и они должны учить их правильно. И вот это то, что принадлежит конфликции. То есть это было очень давно. Вот он говорил, так сказать, учиться не размышляя, это пустая отравда сила. А размышлять не участь, это вообще порочное. Поэтому одна из целей моей лекции, это призвать вас, ну, обратить ваше внимание на то, что хорошо бы учиться, но при этом еще и думать. Возможно ли в формуле логарифм по основанию не два, а три? Есть такие физические системы? Да, есть такие системы. Да, это кутриты, то, что называется. Но она будет выглядеть несколько другим. Спасибо.